Лагеря приняли школьников на первую смену. Всего же это лето в компании сверстников и вожатых проведут более 50 тысяч школьников центрального региона. Причем учащиеся смогут не только отдохнуть, но и в игровой форме получить новые знания. Порядка 150 детских санаториев разработали специальные программы для лингвистов, художников и даже юных инспекторов дорожного движения. Яркие моменты своего детства с ностальгией вспомнил и наш корреспондент Ян Пашкевич. Экстремальная тропа для езды на велосипеде или знакомство с дорожными знаками посредством викторины. Это лишь часть игровых испытаний для изучения ПДД, которые ждут маленьких отдыхающих в лагере Орленок. Развлекательную программу составляла и Надя Русак вместе с другими юными инспекторами движения. Ну, конечно, они делают ошибки и очень классно, что я могу им передать свой опыт, что-то им рассказать новое. Разметка тротуаров, дорожные знаки и квест-задания от юных инспекторов. Летом на месте лагеря вырос небольшой городок, где изучение правил поведения на дороге превращается в увлекательную игру. Тут же проводят и мастер-классы по оказанию первой помощи. Бассейн, дискотеки, приезд детского молодежного центра, отряды волонтеров. То есть, понимаете, детям разнообразная программа, не то, что только одно. Полноценное питание пять раз, фрукты практически каждый день, ну, соки. Здоровое меню пришлось по вкусу и отдыхающим в лагере Неман Столбцовского района. Ежедневный рацион разрабатывали специально для детей разных возрастов. Витаминизируются, например, компоты или же супы. Компот охлаждается до температуры 14 градусов и потом добавляется аскорбиновая кислота. Новый музыкальный центр, современное кухонное оборудование и спальные принадлежности. На обновление лагеря потратили средства, в том числе и собранные во время республиканского субботника. Скучать мне придется даже в корпусе. Каждый ребенок имеет двух соседей-ровесников. Кстати, комнаты к сезону тоже обновили. Закупили 15 новых кроватей. Ну как, ребята, нравится вам в лагере? Да, в лагере это очень круто. Привет, мама. Каждую смену в лагере будут работать и профильные отряды. Сезон занятий в формате open-air открыли любители английского и французского языков. Во время отдыха в лингвистической среде оказались 20 школьников. С 11 числа мы планируем принять более 60 детей с Минской области. Они будут заниматься с преподавателями БГУ, готовиться к Олимпиадам по предметам химии и биологии. В августе мы планируем открыть профильные лагеря «Спортивно-оздоровительный спорткэмп». Познакомиться же с рабочими специальностями предлагают почти 100 дневных лагерей по всей области. В лагерях труда и отдыха дети будут ухаживать за лесными насаждениями, собирать ягоды и овощи, заниматься благоустройством территории, выполнять сельскохозяйственные и другие виды работ. На оздоровление детей Минским областным управлением по оздоровлению санаторно-курортному лечению населения выделено 51 миллиард рублей. Лето в лагерях со своими друзьями проведут более 50 тысяч школьников Минской области. Спортивные победы, приключенческие квест-игры и песню костра. Тут дети наберутся не только сил на предстоящий учебный год, но и незабываемых воспоминаний на всю жизнь. Ян Пашкевич, Григорий Кристофович и Денис Гатила. Новости. Центральный регион.